Итак, братва, сейчас мы уже с вами находимся в игре, и сейчас я вам расскажу о глобальном обновлении. Я прям вот очень рад, прям вот мне очень хочется вам об этом рассказать. Конечно, я объяснял и выпустил видео пораньше, но, к сожалению, мой дизайнер не мог сделать мне превью, соответственно, ролик я тоже не мог выпустить. Ну, типа голый ролик, тоже такое себе дело, ну, сами всё понимаете. Так, меня уже просят быть другом, понятно. Так, у меня прав нет, но сейчас я это всё поправлю, я вам буду параллельно о всём рассказывать. Итак, приступим. В общем-то, самое первое нововведение, о котором, я думаю, вы уже все знаете, это то, что у нас наконец-то выйдут наши любимые работы новые. Конкретно у нас сейчас выйдет работа, если не ошибаюсь, МЧС, ну, или же пожарного. Называть как хотите, судьба будет та же, вы будете оттушить пожар. Я вам не буду рассказывать всё на 15 минут, как это всё сделано в официальном ролике, потому что это очень долго, никому это не будет интересно слушать. Для чего сможет обзор у ютуберов, для того, чтобы всё вкратце понять. В общем-то, выйдет работа, и всё будет зависеть от вашего скилла. Чем больше вы работаете, тем больше денег, и, соответственно, чем больше очаги пожара вы сможете тушить. Если вы только начали играть, вы, конечно, не сможете тушить, там, какую-нибудь, не знаю, там, лесопилку, лесоповал. В общем, вы меня понимаете, о чём я говорю. И также вы сможете выполнять, помимо основных заданий, побочные. Побочные задания, допустим, там, от заложника, там, взять, либо, там, заблокированную дверь, убрать, либо завал расчистить. В общем, суть, я думаю, вы меня понимаете. Допустим, там, не знаю, сбил светофор, там, электропроводку всю починить. Ну, я думаю, суть, вы все понимаете у меня, что я вам говорю. И также, опять же, как я говорил раньше, у вас будет на экране высвечен ваш прогресс. И также, чем больше вы будете работать, тем больше очаги вы сможете тушить, и тем больше денег вы сможете рубить. Поначалу новые работы, как обычно, будут имбалансные, поэтому всем рекомендую их настоятельно задрачить, если так можно сказать. Чем больше вы выполните зданий, тем лучше. Следующее у нас выйдет с вами самое, я думаю, крутое. Это мини-игры в... ну, я называю это киберклуб, но компьютерный клуб, в общем, одним словом, Black Russia. Там будет куча игр, например, такие, как битва вооружении, танковые баталии и гонки. Гонки будут проходить на картингах, танковые баталии. Ну, я думаю, все по названию понятно, а битва вооружении, это как в Counter-Strike. Ну, кто играл, думаю, все мои подписчики хоть раз слышали, когда-то смотрели такой режим, может, сами даже играли. То, что чем больше вы убивать людей, тем у вас меняются оружия. Сначала вам даются имбалансные, там, допустим, всякие там снайперки, эмки, а потом вам нужно будет вообще с ножа убить. Я думаю, это так будет проходить. И, соответственно, это все будет на деньги. То есть, вы сможете с этого реально подзаработать деньги, не только повеселиться, а еще и заработать. Суть, я думаю, вы уловили. Следующее, что это выйдет, самое, думаю, прям долгожданное, это то, что у нас обновят систему семей. Потому что семьи очень давно не обновляли, я думаю, с самого основания проекта. И теперь там огромные нововведения. Например, такие, как просто отдельное меню взаимодействия. То есть, там удобные кнопки, все удобное. Куча улучшений для семьи, куча семейных игр. В общем, очень много чего выйдет. И также теперь семьи будут подразделяться на, если не ошибаюсь, на синдикат и на бригаду. Бригада будет биться за контейнера. Синдикат, я, честно говоря, не помню даже. Синдикат вроде там должен быть... Я точно вам сейчас, наверное, не скажу, ребят. По-моему, там всякие склады брать. Не знаю, там дополнительные жетоны будет получать. Я вам честно не скажу. Я это не буду вам сейчас врать, что-то там новое говорить. А, нет, все, вспомнил. Оно выйдет там... Короче, будет битва за семейные предприятия. Что это такое, вы увидите в самом обновлении. Я сам конкретно это не знаю, потому что, ну, как бы обновление все еще не вышло. Оно выйдет только сегодня ночью. То есть, это, считайте, уже обновление доступно в 5 утра. Кто хочет, может попробовать. Может быть, залетит на сервер. Хотя, уверен, что они будут фуловые все. Ну, а также, ребят, как я сказал ранее, семейные жетоны, семейную репутацию вы сможете получать за выполнение таковых заданий. У вас будет качаться ваш уровень семи. Ну, и, соответственно, у вас будет качаться еще и всякие семейные жетоны, за которые вы можете получать либо личные награды, либо же награды для семьи. Также выйдут сотовые башни. И каждая семья там будет у нас существовать недельный топ. Там за первое место вы получаете в семью дополнительный слот на авто, 30 тысяч на баланс, 100 семейных монет и 3 жетона. Это конкретно каждому участнику, если что. Также далее у нас выйдут прям обновления огромной организации, относящиеся ко всем обновлениям. То, что вы теперь сможете вступить в организацию независимо от лидера или заместителя. Вам не нужно знать, там будет собеседование по полгода. Вы можете просто прийти, ответить на АИЦ и ООЦ вопросы. Что это такое, думаю, так все знают. Типа НОНРП, РП вопросы. Также у вас там будет список критериев. Проверять это все будет компьютер, поэтому систему вы обмануть не сможете. Например, чтобы в ГИБД вступить, вам нужен будет военник, четвертый уровень, медкарта. Ну, там по мелочи, думаю, вы все и так увидите, когда зайдете в игру. И также вы сможете самостоятельно прокачивать ваше звание. А для того, чтобы, допустим, там прокачаться до второго, вам нужно будет, не знаю, там всякие отчеты поставлять и тому подобное. То есть это будет разгрузка для лидеров. Ну и в принципе это будет упрощать вашу игру на самом проекте. Но, сразу говорю, вы не сможете вступить в высокопоставленные организации, такие как, к примеру, ФСБ. Там нужно будет именно проходить собеседование конкретно у лидера или у заместителя. Там, я не знаю, как это все происходит. Никогда на Блок Раше не играл ФСБ. В общем, судьбу уловили. Это, на самом деле, очень облегчает нашу всю игру на Блок Раше. Вы сможете легко просто пройти и вступить. Не надо никого ждать в любое время суток. Вам не надо ни под кого подстраиваться. И также вы будете получать, наконец-то выйдут семейные, ой, эти как его, фракционные квесты. Я сколько про них уже говорил, сколько их обещали. И, наконец-то, они выйдут. За которые вы, соответственно, тоже будете получать награду. И вы сможете за это еще получать, помимо награды денежной, вы сможете получать аксессуары. А они конкретно являются эксклюзивными. То есть, вы там только, ну, только, допустим, те, кто играл в полиции, сможет с ними ходить. Ну, или там остальные люди могут их купить. Так что это неплохой способ заработать. Кстати, извините, дальнобойщик, я тебя не хотел столкнуть. Случайно получилось, в дрифте залетел. Ну, а также у нас, ребят, выходят новые фракционные автомобили. То есть, там у нас выйдут, например, для ФСБ выйдет Maybach S150, для ГИБДД Toyota Camry, Volkswagen Polos, Sprinter, Kia K5. В общем, очень много всего. И также долгожанный поселок Горки с отдельной инфраструктурой. Вот, смотрите, к примеру, там у нас будут куча особняков. Это будет неунылая рублевка однотипная, а реально крутой поселок, который будет находиться вот здесь, на горе. Как только выйдет обновление, зайдете, сами посмотрите. Я не буду сейчас вставлять видео всякие. Ну, в общем, вы меня поняли. И также у нас ввели еще не одну такую прикольную систему. А конкретнее говоря, вы можете не умирать. То есть, если вас, допустим, какой-то конченый урод, мягко говоря, взял, убил просто так, без причины, вы сможете либо же сразу отправиться в больницу, либо же вы можете подожать и врачей. Либо же вы можете подожать игрока, одного вашего друга, позвонить ему. От вас всего лишь потребуется подойти к нему, нажать на кнопку реанимировать и достать ваш адреналин. Он будет продаваться в магазинах 2.4 на 7. А врачи за спасение каждого пациента, который... Ну, вот, допустим, вы умерли, там врач вам подъезжает, думаю, дофига бригад будет. Вы сможете с этого получать деньги, так что для всех будут бизнесы. Также на сервер добавили более 50 новых аксессуаров, в том числе уникальные. И также добавили, там, парочку новых автомобилей. Не сказал бы, что это очень много, но, к примеру, вот, добавили ВАЗ-2108, 2106, ВАЗ-2109, 2110, Ашкода Рапид 2020, Форд Транзит 2020, Мерседес ЕQS 580, и также, по-моему, спринтеры. Мерседес спринтеры, или как он называется там. Это всё нас ждёт уже прям очень-очень скоро. Я этому очень рад, и на этом я, пожалуй, буду завершать видеоролик. Всем ещё раз спасибо за просмотр, всем желаю удачи, и всем до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»